Рассказать, разъяснить, убедить. С этой целью в городской администрации решили устроить своеобразные публичные слушания. Тема более чем актуальная ЖКХ. Пригласили всех заинтересованных. Жителей, руководство управляющих компаний, специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Пришли все, кроме самих нарьинмарцев. Может не знали про заседание, а может попросту не захотели идти. Мол, а смысл? Наша съемочная группа побывала на слушаниях и подчерпнула для себя много интересного. В зале не аншлаг и не лес рук. Спрашивать особо некому и разъяснять не для кого. Впрочем, сказать, что не было совсем никого, пожалуй, неправильно. Одна жительница все же пришла. И вопросы у нее есть из тех, что принято называть на злобу дня. Почему летом приходится платить за тепло? Поясняют. Больше не придется. Нормативы поменялись. Теперь строка отопления будет в июльской квитанции. Рассчитывать ее будут примерно за половину июня. И потом только в сентябрьской. За несколько дней августа. В зависимости от того, когда тепло включат. Еще вопрос, почему в двух соседних домах плата за содержание разная? Я подняла как раз расчет, управляющая организация дала перечень услуг по содержанию в ваших двух домах. Действительно, почти все позиции одинаковые, за исключением одной. Вывоз твердых бытовых отходов. В вашем доме плата с одного квадратного метра выше, чем в соседнем доме. Вот как раз на эти 80 копеек. У них меньше квадратных метров, да? Да. У них в их доме чуть меньше квадратных метров. А в вашем доме, к тому же, чуть больше человек. Есть вопросы и к начислению платы за общедомовые нужды, в частности по электричеству. И разделила на 4 квартиры. У меня получилось по 5 рублей с каждой квартиры. Они, значит, берут у меня за май месяц 84 рубля. Ну, я им звоню, это так и так, они говорят. У вас нет общедомовых счетчиков. Да, вполне возможно это есть. Поэтому у вас как бы все это делится и получается. На общедомовые нужды по холодной воде раньше списывалось все и потери, и несанкционированный отбор. С 1 мая принято новое постановление окружной администрации. Теперь нормативы 0,03 кубометра. К примеру, на 36-ти квартирный дом норма по потерям примерно 22 кубических метра. И ставить больше управляющих компаний по закону теперь не имеют права. Если идет учаечка воды, кто должен платить жильцы или управляющая компания? Раньше было, что жильцы, а теперь управляющая компания. Некоторые управляющие компании таким переменам явно не рады. Жалуются, мол, не все от нас зависит. Одна бабушка там зарегистрирована, а живет там 2-3 человека. Вот количество, которые мы считаем у детщиков. Это раз. А во-вторых, не все добросовестные каждый месяц дают показания счетчиков. Найти общий язык с жильцами и управляющим компаниям придется по-другому никак. И полномочия им в руки. К примеру, возможность привлекать правоохранительные органы для определения достоверного количества проживающих. В любом случае, платить за лишние кубометры общедомовых нужд людям больше не придется. Рассмотрели собравшийся еще один наболевший вопрос о капремонте. Теперь не государство, сами жители будут платить за приведение домов в порядок. Деньги жильцов будут вноситься в региональный фонд капитальных ремонтов многоквартирных домов. Он будет аккумулировать средства на общем счету, выпускать платежные документы, быть техническим заказчиком по региональной программе капремонта. Сделать выбор должны будут и собственники квартир. Должно будет в течение двух месяцев определиться, каким образом этот дом будет формировать фонд капитального ремонта. Есть два варианта. Либо эти средства, ежемесячные платежи будут направляться в общий котел регионального оператора, но там он будет учитываться по каждому дому, по каждому плательщику. Либо этот дом откроет отдельный специальный счет. ТСЖ и жилищные кооперативы смогут сами быть владельцами этого специального счета. Новая строка за капитальный ремонт в квитанциях появится после того, как все документы в округе, в частности окружная программа капремонта, будут разработаны и приняты, скорее всего, в апреле 2014. Тариф установят на уровне федерального стандарта, чуть больше 6 рублей с квадратного метра жилплощади. Атон Парахин, Сергей Качегов, Телеканал Север.